Многим пассажирам приходится ожидать свой рейс в аэропорту. Для комфортного времяпровождения сотрудники предлагают бизнес-зал и вип-зал, отличающийся от стандартных рядом дополнительных услуг. Появляется закономерный вопрос, как попасть в бизнес-зал в аэропорту. Имеется несколько способов, предполагающий бесплатный и платный вход. В терминалах каждого аэровокзала имеются помещения, где пассажир ждет свой рейс. Стандартные секторы не предназначены для длительного пребывания, неудобные кресла и постоянно сидячие положения. Это не совсем удобно для беременных женщин, пассажиров с больным позвоночником и людей с маленькими детьми. Для того чтобы перекусить или выпить чашечку кофе придется покинуть сектор и отправиться на поиски точки питания. Не факт, что за это время кресла не займут, и не придется искать свободное. В стандартных залах невозможно полностью расслабиться, отдохнуть и сосредоточиться на выполнении каких-либо дел. Некоторые аэровокзалы не предоставляют бесплатный беспроводной интернет пассажирам общего сектора. Многие предпочитают ожидать рейс в лаунж-зоне, где есть все для комфортного времяпровождения. Премиум-залы в аэропортах предназначены для всех, кто ценит высокий сервис обслуживания. Обратите внимание, в здании аэропорта, как правило, один VIP-зал, в то время как бизнес-залов может быть несколько. Их обслуживает сам аэровокзал и компании-перевозчики. Например, совершая перелет одним перевозчиком, человек не может попасть в зал повышенного комфорта другой компании. Ему доступен бизнес-зал собственного аэропорта или перевозчика, чей рейс он ожидает. VIP-зал напоминает аэропорт в миниатюре. Для пассажиров доступны услуги прохождения досмотра и таможенного контроля. В бизнес-зал вылетающий человек попадает только после того, как самостоятельно в здании аэропорта прошел все процедуры оформления. Багаж и ручную кладь пассажир также перемещает сам. Сотрудники VIP-залов встречают вылетающих на стоянке, забирают его вещи и оперативно доставляют их в зал ожидания, а далее на борт воздушного судна. VIP-зал в отличие от бизнес-зала обслуживает не только вылетающих, но и прилетающих. Совместно с пассажирами в сектор могут прийти провожающие. Бизнес-зал таких привилегий не имеет, так как находится в чистой зоне аэропорта. Важно, из преимуществ бизнес-зала стоит отметить бесплатное питание. Пассажиры VIP-зала также могут пообедать в комфортном ресторане, находящемся в секторе, но за отдельную плату. В бизнес-зале пассажир премиум может принять душ. В VIP-зале такая услуга предусмотрена только при дополнительном бронировании. Преимущества лаунж-зоны, мягкие и комфортабельные диваны в здании Эпот, бесплатные легкие закуски, напитки и алкоголь, телевизор, работающий тихо, доступ для провожающих пассажира, услуги косметолога, парикмахера, игровые комнаты для детей, персональное сопровождение до взлетно-посадочной полосы аэродрома, где базируется самолет, отдельная зона для беременных женщин. Важно, для деловых людей также созданы все условия для работы. В секторе имеется настольный компьютер, факс, ксерокс и скана. На всей территории аэровокзала работает бесплатный беспроводной интернет. В лаунж-зоне имеется возможность аренды конференц-зала, где можно провести встречу с партнерами или сотрудниками. Вход в VIP-зал каждого аэропорта можно осуществить для любого сопровождающего пассажира человека. В секторе отдыха каждый пассажир должен соблюдать правила поведения. Если сам вылетающий гражданин или его сопровождающие ведут себя шумно, администрация имеет право попросить их покинуть зону. То же самое касается и пассажиров с маленькими детьми. Поскольку в зоне отдыха доступен алкоголь, если пассажир много выпьет и начнет вести себя неадекватно, администрация также вправе попросить его покинуть помещение. Для входа в лаунж-зону действует определенный дресс-код. Мужчины, например, в пляжных шортах, шлепках и женщины в одном только купальнике не могут пройти в сектор. Внимание! Всю материальную ответственность за порчу имущества несет пассажир, даже если вход производился бесплатно. Бизнес-зал, мастер-карт. Если пассажир хочет попасть в вип-зал, необходимо забронировать обслуживание за несколько дней до предполагаемой поездки. Для того, чтобы это сделать, необходимо позвонить в администрацию аэропорта или отправить заявку на электронную почту. Если оплата была произведена в 100% объеме, услуги будут оказаны по прилету. Если пассажир приехал на аэровокзал, и уже здесь решил воспользоваться лаунж-зоной, ему требуется обратиться к администрации. Если до рейса более вторых часов, услуга будет предоставлена. Для поиска администрации или карты для прохода в уютный бизнес-зал аэропортов можно воспользоваться справочной стойкой, где пассажиру разъяснят, куда следует направиться. Обратите внимание! Для того, чтобы попасть в бизнес-зал пассажирам с эконом-классом билета, требуется быть обладателем проирити-пасс или участвовать в программе лояльности лаунч-пасс. Это клубные карты, которые получить можно несколькими способами. Банки РФ предлагают такую карту всем обладателям кредитной или дебетовой карты со статусов выше уровня голд. Клиент банка может самостоятельно подать заявку на участие в программе. Важно, чтобы попасть в зал повышенного комфорта, требуется предъявить карту. В Москве по ним обслуживаются все аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково. Каждый банк выдвигает свои условия пользования программой, фиксированное количество бесплатных посещений, безлимитное посещение на протяжении 12 месяцев, фиксированная стоимость каждого посещения от 24 евро звездочка. К банковским учреждениям, которые предлагают проирити-пасс, относят Сбербанк, Банк Москвы, Райфайзен, Тиньков, Промсвязьбанк, Юникредитбанк и многие другие. Программа «Сбербанк Премьер от Сбербанка» предполагает стоимость обслуживания – 2500 рублей, звездочка ежемесячно. Если оборот денежных средств по всем картам и счетам клиента более 2,5 миллионов рублей, комиссия не взымается, бесплатное посещение бизнес-залов самим владельцам карты и четырем сопровождающим лицам. Банк «Русский стандарт» и карта «Империя Платинум», Мастеркард «Ворлд Сайния», ежегодный взнос – 15 000 рублей, звездочка. Бесплатное посещение на протяжении всего года участникам программы бизнес-залов, за сопровождающих лиц взымается отдельная плата. Пакет «Привилегия от ВТБ-24», ежегодный взнос – 30 000 рублей, звездочка. Бесплатное посещение залов повышенного комфорта на всем протяжении пользования программы. Пакет «Первый класс» от «РосЕвробанк», ежемесячный платеж – 2500 рублей, звездочка. Бесплатное обслуживание, если оборот денежных средств, находящихся на счетах в банке, превышает 200 000 рублей, бесплатное посещение вип-зала держателем карты и доступ для одного сопровождающего. Пакет «ПРАМ» от «Юникредит Банк», ежемесячный платеж за участие в программе – 30 000 рублей, звездочка. Ежемесячный платеж отсутствует, если сумма денежных средств на всех вкладах, открытых в «Юникредит Банк», превышает 2 000 000 рублей, бесплатное прохождение в лаунж-зону для участника программы и одного сопровождающего. Райхайзенбанка карты Visa Platinum и MasterCard World Black Edition про Ирити Пасс выдается в рамках предоставления услуг по тарифу премиальной, ежемесячной обслуживании – 3000 рублей, звездочка. Бесплатное обслуживание карты, если в месячный оборот по картам более 2 000 000 рублей. Бесплатное неограниченное посещение лаунж-зоны участникам программы и одним сопровождающим лицом. Если карта клуба была заказана через официальный сайт, клиент выбирает один из вариантов оплаты – базовый тариф. Ежегодный взнос – 99 евро, звездочка, каждое посещение – 24 евро, звездочка с человека. Эконом тариф. Ежегодный взнос – 250 евро, звездочка. В течение года у пассажира есть 10 бесплатных посещений бизнес-зала, однако, за каждого гостя требуется платить до 24 евро, звездочка. Премиум тариф. Ежегодный взнос – 400 евро, звездочка. На протяжении года посещение лаунж-зоны собственникам карты бесплатное, но за каждого гостя фиксированная сумма. Проход гостей производится только после снятия определенной денежной суммы с карты. Обратите внимание, стоимость обслуживания по карте лаунж-пасс зависит от аэропорта. К примеру, в домодедово обслуживание по этой программе составляет около 1800 рублей звездочка, для детей разработана скидочная система – 1000 рублей звездочка. Что касается последнего, такая стоимость только для детей – до 7 лет. Необходимо предъявить загран-паспорт или свидетельство о рождении для подтверждения возраста. Если покупается билет на рейс бизнес-класса, для попадания в VIP-зону ничего платить не нужно. Стоимость комфортного времяпровождения уже включена в цену тикета. Ситибанк разработал систему лояльности. Условие – 3000 рублей звездочка в месяц, если баланс до 2,5 миллионов рублей. Если сумма выше, обслуживание Citigold Loyalty Card бесплатно. С ее помощью можно попасть в помещение повышенного комфорта в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону. Программа Динерес Клаб Лужес разработана Банком Русский Стандарт. С ее помощью можно попасть в VIP-зал в 96 аэропортах мира. В РФ выпускается несколько видов карт для посещения лаунж-зоны, три посещения в год бесплатно при оплате ежегодного взноса в 10 000 рублей звездочка, одно посещение за 12 месяцев бесплатно при оплате ежегодного взноса в 3 000 рублей звездочка. Важно, если все условия для получения карты соблюдены, но банковское учреждение ее не выдало, необходимо обратиться к сотруднику. Бизнес-зал Внуково Некоторые авиакомпании в рамках программы лояльности предлагают своим пассажирам бесплатное посещение VIP-залов, Аэрофлот, Золотая карта, а также SkyTem Elite Plus. Действует не только в Москве, но и в других аэропортах, где обслуживается компания. Трансаэро, Серебряная и Золотая карты. Air France KLM карты Gold и Platinum, а также SkyTem Elite Plus. British Airways карты Silver и Gold, а также Unworld Sapphire и Unworld Emerald. Люфтганза, карты Frequent Traveller, доступ только в собственные бизнес-залы Люфтганза Group, Сенаторы и HON Circle, а также Star Alliance Gold. S7 Airlines, Сибирь, Золотая и Платиновая карты, а также Unworld Sapphire и Unworld Emerald. Важно, чтобы получить карту, необходимо выполнить большое количество перелетов одной из указанных выше компаний. Срок действия карты зависит от компании, в среднем – один год. Далее выдается новое, если пассажир продолжает пользоваться услугами авиаперевозчика. Ожидать свой рейс в комфортных условиях или нет – личное дело каждого. Многие предпочитают заплатить за высококлассный сервис. Стоит помнить, что также попасть в бизнес-зал можно бесплатно, если долгие годы быть пассажиром определенной компании. Звездочка представленные выше цены актуальны на июль 2018 года.